Добрый день, дорогие коллеги! Мой доклад продолжает тему, которую начал Михаил Николаевич. Немножко другие аспекты. Вот ещё того же проекта, который посвящён изучению поморского быта, поморского промысла и связи, соответственно, вот этой поморской жизни на Терском берегу с всякими ботаническими аспектами. Ну, тут надо... Хочу начать немножко издалека, что вот в нашем современном обществе, особенно в научном, в таком экологическом современном обществе, укремилась идея, что влияние человека — это вот всегда что-то плохое, что-то отрицательное. Его надо на природу, да, его надо всегда эллиминировать обязательно. То есть вот есть такая как бы отрицательная коннотация воздействия человека на окружающую среду. Но на самом деле человек вообще довольно давно существует как вид и ведёт свою разнообразную деятельность тоже довольно давно и расселяется на разные земли. И по большому счёту мы сами никогда не видели, ну, скажем так, общоприроды, которая была бы полностью сформирована без участия человека. То есть в данном случае, да, действительно часто... Действительно, это правда. Часто воздействие можно как негативное оценить. Но в целом можно тут отказаться немножко от оценочных обсуждений и, собственно, что мы сделали, и просто поизучать, как оно происходит, да, без каких бы то ни было оценочных обсуждений. Потому что не всегда оно прям негативное, иногда оно просто есть. И здесь, поскольку не все в зале находящиеся являются ботаниками, то немножко мне придётся пояснить. Вот весь тот растительный мир, весь тот растительный покров, который мы с вами в жизни наблюдаем, его можно описывать, используя две модели, да, модель флоры и модель растительности. Флора — это совокупность всех видов, а растительность — это совокупность всех растительных сообществ. Соответственно, про флору немножко нам рассказывал уже Михаил Николаевич, и про некоторые особенности флоры ещё будет, мы услышим из доклада Евгения Александровича про некоторые интересные аспекты. А я как раз сосредоточусь на рассказе про растительность. Значит, что мы исследовали? Мы посетили больше, но конкретно геоботанические описания, геоботанические работы, посвящённые растительности, были проведены в трёх деревнях, там была описана растительность, 52 тоневых участках, правда, большая часть из них — это Чавинские тони. Всего мы сделали 234 геоботанических описания. Геоботанические описания, опять для не ботаников, поясню, это полный список растений с указанием их доли, их участия в растительном сообществе и некоторых специфических характеристик отдельных, которые тоже можно анализировать. Ну и, естественно, указания GPS-координаты, то есть точная географическая привязка. Все описания мы занесли в базу данных геоботанических описаний и потом по результатам, соответственно, ну, собственно, потом эта база данных была первичным образом обработана, и мы составили эколого-флористическую классификацию наших описаний. Эколого-флористическая классификация, классификация, так называемая, с применением метода Браун-Бланке, основывается на том, что выделяется не… как бы она идет не по доминирующим видам, не по преобладающим, а по характерным видам, которые характерны для конкретных сообществ. Она иерархическая, что тоже важно. Самый высокий как бы рамк синтаксон — это класс, самый низкий — это ассоциация. То есть она отличается немножко от доминантной классификации. Если не вдаваться в подробности, отличается она просто большей устойчивостью. Доминантные чаще меняются в сообществе, а характерные виды реже меняются в сообществе. Поэтому она просто более устойчива и лучше отражает особенности растительности, хотя менее понятна для неспециалистов. И вот, собственно, обсуждая всю особенность влияния поморского быта и поморского промысла на растительность, важно сперва разобраться в том, как устроен поморский промысел, потому что разные типы каких-то сооружений на тыневых участках, разные типы воздействия в населённых пунктах, они будут приводить к формированию разных типов растительности. Что, в общем, понятно, да, потому что сформированная растительность зависит и от природных условий, и от типа субстрата, и от окружения, и в том числе и от типа хозяйственного использования. Вот. Значит, ну вот давайте немножко вот про поморскую тоню поговорим, да. Значит, есть разные конструкции, которые поморы используют для разных своих всяких нужд. Первая конструкция, по которой можно рассказать, называется вишала. Это приспособление для просушки сетей на воздухе. Вишала довольно редко сохраняются на заброшенных тонях. Вот мы нашли только на большой саутчике вот это вот очевидно вишала, потому что здесь есть такое расщепление вверху вот этого вот столба. Не могу показать, у меня мышки так убедают. Вот тут вот такое расщепление. Мы видим, остальные столбы обломались, а вот этот остался. Они довольно редко сохраняются на тонях, и воздействие их на растительность на самом деле минимально, потому что там не сильно вытаптывают, ну, вытаптывают, пока сеть развешивает. Когда они развешивают, соответственно, не вытаптывают. Ну, небольшая, может быть, ифтрификация под ними, потому что фуксы, которые налипают на сети, они с них спадают, их, естественно, никто не убирает. Ну, в целом, минимальное воздействие, и растительность, которая на заброшенных тонях под вишалами восстанавливается, это, в общем, в основном растительность, сформированная, как бы, исходя из особенностей субстрата и окружения. Ну, в данном случае, это такой обычный приморский злаковый руд. Вторая конструкция – это ворот. Ворот – это приспособление для того, чтобы вытаскивать карбас, то есть лодку из моря. Карбас – довольно большая лодка, гружённая сетями рыбы, может очень много весить. Без ворота её достать невозможно. Вот сюда, вот в эту вот, ну, разные немножко, да, они там какие-то с металлическими частями, более современные, какие-то более аутентичные, деревянные. Вот сюда вот вставляется слега, и начинает этот ворот вот так вот крутиться, и, соответственно, вот эта штука называется шишка. На неё наматывается верёвка. Карбас при этом движется не по берегу, да, не по земле, а по специальной конструкции слег и брёвен, по каткам, поэтому он ничего не вспахивает. Ну, собственно, воздействие ворота на растительность – это просто сильное вытаптывание, и под ними часто сформируются разреженные соопции, с разреженным, соответственно, ну, с небольшим проективным покрытием, с неким комплексом характерных видов, таких лодеральных. Ну, как только воздействие останавливается, это вытаптывание, в общем, может довольно быстро нормальное растительность восстановить. Следующее, наверное, по силе воздействия сооружение называется сетница. Сетница – это такой небольшой амбар для хранения сетей. Ставился он всегда на такие небольшие столбики, такие, ну, как бы, сваи небольшие, разные высоты. Для защиты сетей от грызунов, от излишней влажности в нём хранились сети. Соответственно, какое воздействие он оказывает? Если сетница не очень высоко стоит, то вокруг неё, во-первых, вскапливается снег, и мы тут видим, что, да, прям вокруг сетницы есть какая-то трава, грубо говоря, в удалении нету. При этом нет уплотнения почвы, какого прямого влияния на почву. Ну, единственное, что там темно. То есть пока сетница стоит под ней, ничего не растёт, но как только сетница будет разрушена, под ней довольно быстро восстановится именно естественная растительность или максимально близко к естественной. Следующее важное сооружение, поскольку, вот Михаил Николаевич уже рассказывал, на Танях жили, иногда жили подолгу, и жили семьями, то на отдалённых от сел Танях стояли избы. Иногда избы на заброшенных Танях сохраняются целиком. Иногда есть случаи, когда их просто разбирали и брёвну куда-то возили, тогда от них только несколько нижних пенцов оставалось. Довольно часто мы можем наблюдать, что ни венцов, ничего, ни брёвен нету, но остаётся печка. Печка может быть сложена либо из кирпичей, либо ещё более ранние печки сложены просто из местных камней. На месте избы формируется довольно активно используемое помещение, и там, если остаётся, например, какая-то там брёвна, это гниющая древесина, поэтому на месте избы формируются более или менее нитрофильные сообщества, например, с доминированием Иванчая, Крапивы или Веника незамеченного. Вот видим, тут рапивное сообщество Иванчаева и Веника. Следующее сооружение, которое, наверное, самое сильное воздействие оказывает, это ледник. Ледник – это такой подземный погреб, можно сказать, наверное, для хранения рыбы. Собственно, складывается сруб, сруб складывается внутри земли с обваловки, такой вокруг довольно высокой. При этом эти валы, вот это вот как бы валы, они могут быть как естественные, ну, в смысле, на самом деле, немножко что-то выкапывают, а тут, соответственно, немножко насыпают, да, вот эти вот бота, внутрь складываются сруб, определённым образом его ориентируют по сторонам света, чтобы, соответственно, хуже всё там протаивало. Туда заносит лёд, и, в общем, в таком виде рыбы там может храниться. Сверху делают крышу, на крышу крышу изолируют, чтобы она не протекала, длинной промазывают, сверху кладут дёрн и тоже зацепают, соответственно, там песком или землей. Соответственно, получается довольно рыхлый грунт, большой такой бугор рыхлого грунта, который прекрасно осваивают растения, длиннокорневичные, да, злаки, в основном длиннокорневичные злаки. И поэтому на заброшенных летниках чаще всего мы наблюдаем именно такие сообщества, которые сформированы аборигенным, соответственно, колосником песчаным, адвентивным, ну это старый как бы занос, пыреем ползочим, и гибрид, который, да, это леймусориналус, да, это леймусориналус, да, леймусориналус, а гибрид называется лейматридием. То есть вот тут ещё и гибрид тоже присутствует. Ну, по-разному бывают, бывают совершенно уникальные тони, например, Таня Крутая гора сильно отличается от всех остальных, потому что на ней долгое время существовала фактория. Фактории все 30-е годы, когда там колхоз появился, по одному плану строили. Вот мы там в разрушенной фактории можно ещё видеть овальную бочку для засолки сельди. А рядом мы видим, например, присутствие такого заносного вида, как кастрец безостой промоцицы Нернис, и этот вид чаще всего заносится сеном, и, да, это соответствует истине, потому что на этой фактории была конюшность двумя лошадьми, которые, собственно, со всех окрестных тоней, улов и собирали вот сюда на факторию, на обработку. Немножко другое воздействие в поморских деревнях мы можем наблюдать. Ну, во-первых, это сильное вытаптование, это более сильная экстрификация, потому что более какая-то активная хозяйственная деятельность, помыли посуду, выпуснули воду, грубо говоря, да, это всё приводит к экстрификации. Плюс к всему заброшенные огороды, и на заброшенных огородах будут развиваться сообщества с доминированием пупыря. Вокруг домов на каких-то заброшенных участках будут развиваться сообщества с доминированием крапивы, малины или, опять-таки, шиманчая. И второй тип воздействия очень важный в деревнях, которые можно наблюдать, это вытапывание. Поэтому часто образуются такие низкотравные злаковые сообщества с какими-то рудеральными, например, злаками или с тем самым пастрицом, который тоже прекрасно в таких условиях растёт. Ну и кроме всего, в Чаванге примешивается ещё один очень важный фактор. Там живёт одичавшее стадо лошадей, и они тоже являются очень важным ключевым видом в Чаванге, который определяет облик растительности, поддерживает луговую структуру. Скажём так. Теперь перейдём к результатам, собственно, классификации. По результатам, мы, обработав все наши в 234 описания, мы предварительно смогли выделить 13 классов растительности в некоторых классах по несколько союзов. Выделяется. Классификацию до ассоциации мы пока не провели. Это более крутоёмкая работа. Проект, в общем, наш ещё, в общем, не то что совсем в начальной стадии, но, в общем, там ещё много предстоит, что сделать, поэтому до ассоциации мы классификацию пока сделать не успели. И теперь я хочу коротко рассказать про всю ту растительность, которую нам удалось путём классификации выявить. Условно можно поделить её на первичную и вторичную. Первичная сформировалась вот в этих местах и сама без воздействия человека, а вторичная, в общем, связана как раз с антропогенной деятельностью. И тут ещё хочу пояснить, будет несколько обсуждая разные классы растительности. Мы будем с вами использовать некоторые показатели, число видов в сообществе, но это понятно, это просто число видов в сообществе. Соответственно, здесь приведён минимум, максимум и среднее значение. И, соответственно, индекс Шеннона. Опять-таки, для неспециалистов поясню, что индекс Шеннона это индекс разнообразия, которое показывает именно не число видов, а именно разнообразие растительных сообществ, то есть учитывает не только число видов, но и наличие или отсутствие доминантов сильных. То есть, если максимально очень много видов и всё очень выровнено, это будет высокое разнообразие. Если очень много видов, но один сильно преобладает над другими, это будет сильно снижать разнообразие при прочих равных. Сама вся цифра ничего не говорит индекс Шеннона, но он безразмерный. В наших описаниях он варьировал от 0,5 до 3,5. Ну и, соответственно, если он ближе к 0,5, то это разнообразие низкое, если ближе, чем к 3,5, то, соответственно, высокое. Итак, первый класс, класс Лимстая-Маритими, к нему относятся все приморские марши, довольно бедные видами, как правило, в основном довольно бедные виды. Место общества, характеризующиеся не очень высоким разнообразием. Диагностические виды представлены на слайде, я зачитывать их не буду для экономии времени. Другой тип сообществ это такие несинные заболоченные луга или просто травяные болота. Они относятся к классу Шихцерия к ЛЦТ. Здесь уже может встречаться гораздо большее число видов и гораздо большее разнообразие. Хотя, в общем, тоже переуглажненные такие сообщества. Иногда они не всегда первичные, иногда они восстановлены, как на вот этой картинке, это восстановленные миллиарированные болота. очень интересный класс растительности фрагмита магнука РЦТ, такие заросли высоких злаков, высоких осок вдоль берегов озер или рек, встречаются в нашем случае как раз это поймы реки, не реки, а крупного ручья. Здесь мы видим, что это по индукс-рукшанам, но мы видим, что это олигодоминантное сообщество, то есть видов немного и буквально 3-4 вида, например, двукисточник и дудник лекарственный являются, соответственно, доминантом в этом сообществе. Ещё один класс Мулгеди Аканитетэ, класс растительности тоже такой, уже более-более доминантный, число видов мы не можем облизить, потому что у нас только одно описание было этого класса. Это сообщество мест долгого лежания снега где-то в скальных каких-то ущельях. В общем, мы таких встретили не очень много, вот, собственно, описали только одно. Хотя на оконях может формироваться вторичная растительность, похожая на вот этот класс, ну, всё-таки к другому классу относящийся. Вокруг урочища, ну, в основном, это вокруг урочища Крутая Горана, мы встретили березняки Герани Ваканитовой, которые отнесли к классу Битула Альмитея. Вот тут уже довольно высокое разнообразие и довольно высокое видовое богатство в этих сообществах. Вороничники Приморские Тундры Зональной в тех местах, ну, по крайней мере, Брайни Чаванги нету. Это Приморские Вороничники довольно большую площадь занимают, относятся к классу Лазелюри в Аксинитея. Причём даже Вороничники с каким-то участием рудеральных видов, вот как здесь мы видим Иван-Чай, всё равно это будет тот же самый класс растительности. Приморский вал, Приморскую полосу занимают сообщества с доминированием колосника песчаного. Как правило, это довольно бедные сообщества, но иногда бывают вот такие вот удивительные вещи, когда много видов в них встречается. Собственно, почему так происходит чуть-чуть попозже, я вам обязательно скажу. Сейчас перейдём к вторичной растительности, потому что на экологическом месте класса предыдущего под действием антропогенного фактора формируется растительность класса Аксинитея вульгарис, к которой мы относим все вот эти пырейные, например, луга, все луга с доминированием длинно-корневичных злаков, которые, например, на летниках у нас образуются. И вот смотрите, место одно и то же, экологические условия одни и те же, просто здесь человек более активно вёл свою деятельность, а в другом месте менее активно. Соответственно, вот естественная растительность это амфилитея, а антропогенная это артемизитея вульгарис. Что мы видим? Мы видим то, что видовой состав сообщества этих двух классов на самом деле во многом пересекаются, и мы видим это же на ординационной плоскости, что они пересекаются, поэтому их не всегда легко друг от друга отличить. Собственно, они довольно близки по происхождению друг к другу. И вот это есть очень интересный вопрос, потому что как раз анализируя такие сообщества, мы можем проследить, как вообще происходит формирование растительных сообществ. Потому что формирование сообществ артемизитея вульгарис участвует во многом адвентиф. Следующий класс эпилобиотенгу стифолия, сюда мы относим все монодоминантные и олигодоминантные сообщества с доминированием манчая, крапивы, пупыря и малины, например. Вот это классно артемизитея стихта по сильно выбитым местам формируется. Обычно здесь доминирует овсяница овечья в этом сообществе. Здесь чуть-чуть сложнее, пока нет полной уверенности, что это именно этот класс, но есть такие большие песчаные раздувы рядом с чавангой, которые представляют собой разрешенные группировки юнгстрифитус щитника. и скорее всего это все-таки будет класс юнгстрифити, хотя я считаю, что недостаточно материала мы собрали, чтобы однозначно это пока сказать. И одно единственное описание у нас было отнесено к классу полигона поэте, это вот такая типичная растительность возле дорог с мятником однолетним, такое сообщение мы описали на центральной площади в деревне Кузрико. Немножко особняком стоит класс настоящих лугов, класс малинь армян терротея, потому что настоящие луга в этих условиях могут быть как абсолютно естественными, так и коричными, так и полуестественными, сформировавшимися в результате регулярного сенокошения. И мы на Терском берегу можем наблюдать все три варианта формирования таких сообществ. Это самые богатые сообщества, до 56 видов на одно описание геоботаническое может в них встречаться. Итак, если все вышесказанное подытожить, то как у нас будет выглядеть тоневой участок. Для примера возьмем тоню малая тупая видно, что какой-то пестрый растительный покров на съемке с квадрокоптера вполне невооруженным глазом видно, что разные растительные сообщества. Вот выделим некоторые растительные сообщества и разберем их по порядку. На прирусловом валу будет расти приморский колосниковый луг класса мафилитея. Дальше вот здесь небольшой ручеек. Здесь могут образовываться влажные низинные луга класса шрифцерия полюстрица или болотца. Болотинки тоже класса шрифцерия крецтея. Выше по рельефу у нас будут находиться вот эти березовые криволесии, березники геранево-аконитовые. Опять-таки могут встречаться травяные ивники, которые тоже к классу битулальнетея будут относиться к другому союзу. Это была первичная растительность, а вторичная растительность. Вот мы здесь видим избяное место, и вокруг этой избы мы прям видим иванча, это будет класс эпилобиетен, густефоли. Вот мы видим, стоит ворот, вот это ворот, и вот это карбос. Это растительная группировка с овсяницей, овещей, класса нердитея, стрикта. Здесь мы видим два вала, они, по-моему, хорошо заметны. Здесь был ледник, и на его месте сформировался пырейный луг класса артемизитея вульгарис. А вот здесь мы видим такие полидоминантные луговины, которые сформировались, скорее всего, в результате выкашивания, потому что раньше почти весь серский берег, вот по крайней мере, в районе Чаванги, практически все, что можно было качать, раньше тут хорошо выкашивалось, потому что скота держали много. Итак, если все резюмировать, в заключении можно сказать, что мы собрали довольно репрезентативный материал, который описывает разнообразие растительности Терского берега, сформированный на поморских тонях и поморских селениях, но нельзя назвать собранный материал исчерпывающим, потому что просто условия экологические немножко разные, субстраты немножко разные и, в общем, можно было бы еще поработать в других районах Терского берега, например, там, не знаю, интересно было бы поделать в Поригубе в Поригубских тонях описание. Тем не менее, создан задел и база данных для дальнейшего изучения вопросов формирования растительных сообществ и вот представленная вам классификация, она будет служить основой для вот такой обработки материала, потому что кроме непосредственной инвентаризации растительности Терского берега, можно еще на этом материале порешать более глобальные, такие более фундаментальные научные вопросы формирования растительности. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...